Продолжаем матч с мастером из Филиппин, снова играет белым и снова дебет рэти. Видимо, тот же самый вариант, да. В прошлый раз муцепельник брал на f3, я скептически отношусь, конечно, ко взятию на f3, то есть dc. В ходу dc тоже скептически отношусь, веду конь e5. Вообще интересно, что в принципе не играет ни c6, ни e6 мой оппонент. Ну, кстати, вот это прям похитрее, потому что хочется взять слона, а тогда возникнет вопрос, отыграю ли я эту пешку. Удобно. Можно вообще пойти конь a3, или вот что, наверное, сильнее всего, конь g4 и потом конь a3. Да, наверное, так и поступно. То есть не нападаю пока никак на этого коня. На конь e5 я считал, что f4, конечно, немного... небольшое ослабление колеска фланга тут могут сказаться, но, по идее, важнее, что белые удобно пешку отыгрывают. Ну, например, d4. А d4, конечно, не очень в духе позиции, но мне показалось, что объективно достаточно сильный. Ну, теперь просто e4, там как-то и слон e3. Соперник вот понимает, что могут сейчас придавить довольно серьезно, поэтому... Сразу пытается вырваться. Ну, конь e5 принципиально, конь e5 и фе. Там игра меняется, там мне надо как-то перекладываться на королевский фланг. Не уверен, что это сильнейшее. С другой стороны конь-то висит, а надо что-то делать. Может вообще пойти b3, потом e4. Все-таки выглядит не очень убедительно, если честно. Но, с другой стороны, противопоказаний вроде нет. Давайте попробуем. Ну, заодно, дополнительная возможность... Не знаю, сколько сильно, но есть дополнительная возможность фианкетировать этого слона. Слон d6, вот мне непонятно, почему не слон e7. По идее, слон здесь расположен хуже. Кстати, даже появляется такая антипозиционная идея сыграть f5 и f6. Наверное, очень сильная, кстати. Там черным не получить мат будет очень тяжело. Ну, просто f6. d5, ну да. Стратегически теперь у черных все неожиданно нормально. По крайней мере, в центре. Но вот... Резкий фланг трещит, конечно. Стрюб g, ладей e8, ферзах 5. По идее, не должно такое держаться. То есть даже ладей f7 уже надо считать. Скорее всего, ладей f7 не проходит. Ну, есть нормальный вход ферзах 5 человеческий. Не буду заморачиваться, учитывая, что минуты на часах. Ладей f6, ферзах 4, слон e7, слон g5. Там ладей f7. Там уже будет серьезная жертва, потому что вторая ладья может подключиться. Самое главное, быстрее это все делать. Ладей f5 обратно. Это достаточно логично. У нас слон g5, видимо, слон e7 задумано. Нам, правда, слон e4 есть в конце. Так что так я и поступлю. Да, может быть, зевнул слон e4 соперник. Я здесь не вижу нормальной защиты от мата. Ну, в общем, да. Не стоило играть слон d6 и попадать вот под эту атаку. Явно недооценил динамику тут мой оппонент. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok